Всем привет, друзья! Сегодня мы с вами поговорим о креслице от компании Ossan. И модельку мы сегодня с вами рассмотрим, которая называется ENO 360. Это кресло с рождения до 12 лет. То есть оно включает в себя абсолютно все группы, которые вам понадобятся когда-либо для перевозки ребенка. И менять ничего вам никогда не придется. Купили новорожденному и, соответственно, до победного возим. Смотрите, Ossan это вообще прикольная на самом деле очень компания. В других обзорах, если вы уже смотрели на этот бренд, я уже это говорил. Хороший немец, который делает кресло, скажем так, как по мне, выше среднего класса. Хороший добротный кресло, по цене ниже. Поэтому и соотношение цена-качество-безопасность, кстати, здесь все самые современные технологии, которые сейчас есть в разработке, уже разработаны для безопасной перевозки ребенка. Здесь все стоит. Дополнительная защита стоит, боковая сертификацию имеет, европейскую. Поэтому ребенка можно доверять, друзья. Ну и ценник тут абсолютно адекватный. После обзора пройдите, посмотрите на сайт Мир Автокресел, там все будет. Так, смотрите, 360 название говорит, что у нас есть возможность его поворачивать вот таким вот образом на 360 градусов. Вот. Ну, к этому мы вернемся. Соответственно, ребеночка новорожденного мы возим против хода движения. Сразу пробежимся, как устанавливать это все. Но перед этим давайте внутреннюю начинку покажу. Новорожденного ребенка нужно максимально фиксировать, чтобы он был максимально зафиксирован, не прижат, а именно зафиксирован. И здесь для этого есть крутые, хорошие, как по мне, мягкие, качественные вкладыши для ребенка. Вот у изголовья. Кстати, его заранее уже снял. Подголовничек отдельно. Вот такой вот вкладыш. И, соответственно, под поясничку, чтобы ребенок более-менее нормально, полноценно, горизонтально лежал. По мере роста ребенка мы их демонтируем. Вы сами поймете, когда их нужно доставать. Когда уже мешают, тогда и достаем. Но самому маленькому миссу, 3-4, я думаю, вы точно доставать не будете. С этим все хорошо. Так, ну и, соответственно, эксплуатируем потом его без вкладышей. Пятиточечные ремни, кстати, видите, с обратной стороны накладочки прорезинены, чтобы не при ДТП ребенок был лучше зафиксирован и от ремня меньше травмировался. Это раньше было в дорогих только креслах. Сейчас и в таком сегменте ценовом они, эта система, я имею в виду, появляется. Прикольно. Так, ремни нам понадобятся до 100 см роста ребенка. Потом они демонтируются и пристегиваем взрослым ремнем. Но это чуть позже. Вернемся к новорожденному. Чтобы его перевозить, нам нужно, соответственно, кресло еще так повернуть. Вот здесь кнопочка есть, чтобы это все разворачивалось. Разворачиваем против хода. Наклоняем в максимально горизонтальное положение. И вот таким образом мы возим ребеночка. До 9 месяцев минимум. Дальше смотрим, помещается, не помещается. И уже решаем, разворачивать его по ходу движения или нет. Но раньше, чем 9 месяцев, друзья, ни в коем случае. Смотрите, кресло пристегивается якорным ремнем. Вот он, якорный ремень. Соответственно, если у вас седан, то вот подголовник. А за ним такая пластиковая крышечка, куда мы фиксируем этот крючок. Натягиваем. Вот большой запас ремня для любого автомобиля. И мы фиксируем вот таким образом верхнюю часть сидения. Нижнюю же часть нам нужно установить на изофикс. Здесь классический нормальный железный изофикс. Который защелкнули. Здесь защелкнули. Задвинули. Якорный ремень протянули. И, соответственно, все. Установили. Соответственно, вот так мы ездим до 9 месяцев. Потом разворачиваем. Ну, как я уже говорю, вы можете и дольше поездить. Потом разворачиваем. Убираем ремешок, чтобы не мешал. И... Вот так. Вот так. И, соответственно, с 9 месяцев технически мы можем по ходу движения ехать лицом вперед. И, как я уже говорил, вот эти ремешки у нас до метра. После чего используется автомобильный взрослый ремень. Что касается креплений, ничего не поменялось. Якорный ремень точно так же застегиваем и по ходу движения, когда едем. А сам ребеночек, когда уже 100 сантиметров достигнет, у нас будет пристегиваться автомобильным взрослым ремнем, который мы проводим в специальном направляющем. И высоту, кстати, подголовника регулируем так, чтобы между плечом и подголовником было не больше двух пальцев. Желательно где-то вот один палец. Выдерживаем расстояние. Это будет самое правильное расстояние до плеча ребенка. Если мы поднимем выше, то ремень окажется на горле ребенка. Очень опасно, так делать не надо. Соответственно, вот как ездит подросший ребенок уже с метроростом, это где-то 3-4 года, и до 12 лет, друзья. В принципе, все очень просто. Во всех креслах сделано все идентично. Вот, что касается перевозки ребенка, крепления, все, мы разобрались. Сейчас коротко о ткани. Ткань здесь классная, приятная, с этим все окей. Именно по уходу хочу сказать. Обязательно, когда запачкаете, а вы запачкаете за 100 длинный срок эксплуатации кресла, всю ткань можно снять, само собой. И стирайте до 30 градусов щадящей стирки. А лучше, вот мой вам просто такой совет, это не инструкция, мой совет из опыта, постирайте вручную в еле тепленькой воде, высушите и поставьте обратно на кресло. Нельзя перегревать, чтобы она не села. Поэтому желательно и сушите не на батарее, а просто на вешалочке, чтобы оно само высохло, естественным образом. Вот, и тогда она сядет обратно, чистенькая, и вы продолжите ее дальше нормально эксплуатировать. Вот, собственно, все. По креслу мне добавить, друзья, больше нечего. Ссылочка внизу с точными, точными характеристиками. Все внизу в описании на миров, так если ссылочка есть. Есть, переходите. Кстати, вы можете заказать каких-нибудь там два кресла на выбор курьер. Два привезет, вы посмотрите. И уже выберете что-то одно. Дно ставите у себя, купите, а другой курьер заберет. Вот такая опция из Мири Автокресел. По-моему, почему бы не воспользоваться, если вы где-то сомневаетесь. Собственно, ладно, друзья. Хочу лишь пожелать сделать хороший, грамотный выбор кресла для вашего ребенка. И удачи вам на дорогах. Всем пока.